Новое видео выходит каждый день в 20.00. Если меня, да и вас, не обманывает Википедия, то Multi-12 Auto, а именно МТА, вышел в 2003 году. Или вышла МТА. Ну, наверное, вышла в 2003 году. При том, что GTA San Andreas вышла в 2004 году. Маленькая несостыковочка тут. Однако, если вы знаете и можете мне пояснить или прояснить хотя бы по поводу этого, то можете написать в комментарии. Так вот, вы знаете, очень смешно от некоторых людей слышать вот данную фразу. Мол, ну да, мы играем в самп, однако нельзя отрицать того факта, что у МТА потенциал больше. И вот все так настойчиво, настырно говорят про вот этот вот потенциал МТА. Что вот, вот-вот, вот, немного побольше онлайн бы у МТА, и вот потенциал, потенциал МТА. Блин, я не вижу этот потенциал. Я не вижу потенциал МТА. Я считаю, что его нету. А на данный ролик меня, кстати, смотивировал мой ролик 2017 года, от какого-то там мая, я уж точно не помню, на основном канале, в котором я вам рассказывал про МТА. МТА это абсолютно неудобный, неудобный, абсолютно нерабочий клиент, на котором я не знаю, кто вообще может играть. Ведь все сервера сводятся либо к БПану, либо к каким-то ролиплей серверам, которые рано или поздно закрываются. По типу, там, я не знаю, Конфиденса или... А нет, Респлей, кстати, вот сейчас работает. Уважение им. Правда, онлайн на Респлей оставляют желать лучшего. Потому что людям не нравятся ролиплей сервера в МТА. Они этого вообще не ожидают. Они этого не ждут. Потому что в МТА нечего делать. В МТА нету никакого потенциала. То есть, вы понимаете, игра, если поверить заверениям Википедии, вышедшая на год раньше... То есть, даже не игра, а вот мод, вышедший на год раньше игры, не может опередить мод, который вышел на несколько лет позже, чем игра. Вот это вот самое. То есть, GTA San Andreas вот оригинальная, лайтовая, ванильная. Я не знаю, называйте как хотите. Она вышла в 2004 году. А мультиплеер Samp вышел в 2006 году. И тогда он не возымел большой популярности. Да как и МТА в год выпуска, на самом деле. И говорить про какой-то потенциал сейчас, в 2019... Да даже, я не знаю, в 2017, в 2018, в 2019 году... Да-да, блядь, в 2010 году говорить про какой-то потенциал МТА... Это грустно, это невозможно, это скучно, блядь. У МТА нету никакого потенциала. Если бы он был, его бы уже давно использовали. Где этот самый потенциал? Всё, что я вижу, это либо маленькое добавление вот к уже имеющемуся городу, либо ретекстур нахуй всего города. Да так. Нам похуй на то, что, как бы, GTA San Andreas это американская игра с американским городом. А нам поебать. Нам вообще похуй. Мы NextRP, мы создадим какой-нибудь Мухосранск, блядь. Который абсолютно никто не знает. Только алды с этого самого Мухосранска будут играть и говорить... О, вот это вот наш дорогой ДК. Там я выебал, ну, лютку. О, а это ж моя школа. Там меня, ну, знаете, били. А после чего я устроил Колумбайн. Ну, помню, весёлое время, конечно, было. Ну, я просто, я не знаю, как это должно выглядеть. У МТА нету никакого потенциала. Смиритесь, блядь, с этим. МТА это скучный, ненужный мод, в котором нужно качать вот эти вот ебаные модельки, которые наставили вот эти горе-программисты, горе-хакеры, горе-разработчики серверов. Это полное говно. У МТА нету никакого потенциала, и МТА говно. Но, но, это не отменяет того факта, что за деньги я бы прорекламировал абсолютно любой сервер в МТА. В отличие от КРМП, в КРМП я бы прорекламировал только титулованный сервер. И то, за очень большие деньги. А если вы не знаете почему, то можете посмотреть у меня ролик по подсказке под названием «ГТА КРМП говно». И то есть, говорить, что у МТА есть какой-то потенциал, это всё равно, что говорить, что у КРМП есть какой-то потенциал и так далее. КРМП это полное говно, но МТА это говно с нераскрытым потенциалом. То есть, ну я в самом деле не знаю, блять. Я уверен, что если бы в сам ввели вот подгрузку вот этих вот моделек, голосовой чат и так далее, МТА бы нахуй была никому не нужна. Потому что это огромнейшее говно, это просто дичайшее дерьмо, блять, вот это вот МТА. Вот когда ты, блять, заходишь на сервер, тебе нужно качать миллиарды, миллионы, блять, каких-то модов, триллиарды моделек и так далее. Нахуя, дайте мне поиграть, я зашёл поиграть. Самп мне даёт возможность сразу же играть, в отличие от ебаного МТА. В МТА хорошо только одно, это PUBG сервера для людей, у которых компьютер не тянет какие-то более-менее нормальные батл-рояли. Разумеется, есть браузерная сервив ИО, но в неё будут играть только, ну, какие-то дуречки, потому что она, блять, даже у меня на компьютере лагает, да и у многих стримеров, я видел, они заходят, у них что-то игра лагает. Я не знаю, почему, вот эти вот браузерные игры, они все такие, они, казалось бы, не должны лагать, однако лагают у большинства людей. Как это работает, почему это так происходит, я не знаю. Так вот, потенциал МТА, его не существует. Это полное говно, придуманное разработчиками серверов для того, чтобы оставить вас в этой игре, завлечь её, чтобы вы такие говорили, да, блять, вот ты играешь в Самп, он скоро загнётся, у меня МТА, у меня потенциал, у меня загрузка моделек, да это говно, блять, твоя загрузка моделек. Ебаные, блять, вот эти вот сервера в МТА с БПАНом, это просто, это кромешный позор, блять. Я не думаю, что в Сампе бы сделали вот эти вот сервера с БПАНом, хотя тут ещё стоит подумать. Вот, было бы хорошо, если бы все сервера, вот они проходили вайтлист, то есть белый лист, как будет с GTA Underground и так далее, чтобы вот эти вот БПАНы, блять, они не проходили, ну, я просто, блять, не знаю. И, и, то есть, блять, говорить про потенциал МТА, когда прошло уже столько времени, и МТА ни разу не показала свой потенциал, ни разу не обогнала по онлайну Самп, ну, это, это просто невозможно, какое-то говно полнейшее. Ну, вы чё, вы в самом деле, блять, думаете, в 2019 году, что у МТА есть какой-то потенциал, прошло практически, блять, уже 20 лет с выхода этого ебаного МТА, и ничего, блять, так и никакого потенциала нету, потому что это говнище, это говно, это невозможная срань, в это невозможно играть, особенно вот в эти вот сервера с БПАНом. Остальные сервера, на них более-менее как-то ещё можно поиграть, вот именно жанр ролеплей или наподобие того, но, но это всё, это всё, вот, где можно играть. И, то есть, я не знаю, есть ещё, знаете, FFC или какой-то такой сервер в МТА, на котором есть разнообразные мини-игры, вот на нём тоже интересно играть, вот если вот так вот там говорить по чесноку, потому что, ну, реально, вот там очень много разнообразных развлечений, и ты в самом деле можешь там немного расслабиться, отдохнуть, но опять же, опять же, это ненадолго. Тебя вот это вот FFC в МТА, он не сможет тебя затянуть настолько много, настолько далеко, как тебя бы затянула какая-нибудь Аризона в GTA Samp. Ну, ну вот я просто, про какой потенциал постоянно идёт речь? То есть, про что? Возможно, вы захотите поспириться мной в комментариях? Давайте. Я отвечаю на все более-менее критические комментарии, или даже на видеоролики отвечу, если вы запишите что-то подобное, потому что, ну, реально, ну, ну как, зачем, почему, я, я абсолютно вот этого вот не понимаю. Зачем, блин, зачем, почему, как, так много вопросов, так мало ответов, в общем, всё как обычно. И то есть, дурачки, которые постоянно говорят про какой-то потенциал, его нету, засуньте этот самый потенциал себе в банальное отверстие и прокрутите два раза, чтобы больше не говорить про какой-либо потенциал. Это всё равно, что какой-нибудь КРМПшник, блять, у которого КРМП головного мозга, он такой, э-э-э, Гелен, Меркедес, Беленбаген, сегодня поедем, вот это, в бандитики, вот эти вот, вступали, э-э-э-э. Слэш, ми ограбил женщину на улице, после чего изнасиловал её в жопу. Ну, ну, я абсолютно не знаю. И МТА, наверное, единственное, за что стоит отдать должное МТА, это за то, что там впервые появился голосовой чат. То есть, ни в КРМП, ни уж тем более, в САМП голосового чата не было. А вот именно в МТА, именно в МТА это реализовалось. Спасибо за это большое, вот, разработчикам серверов в МТА. То есть, не разработчикам МТА, а вот разработчикам серверов, которые до этого додумались. И то, вы знаете, многие МТА-сервера вот сейчас убирают вот этот вот самый голосовой чат. Я не знаю, для чего вы это делаете. И почему. То есть, это единственный плюс МТА. Я не знаю. И даже, вот, если вы мне хотите сказать, что я сказал про минусы только бы ПАН-серверов, нет. Также, вот, на обычные сервера наставят вот этих многополигональных, блять, моделек. И, блять, у игроков со слабыми модель... Со слабыми компьютерами просто лагает, блять, всё. Я не знаю. Я просто не знаю, блять, каким человеком надо быть, чтобы ставить вот эти многополигональные модельки, чтобы у игроков, блять, лагало. И когда они будут говорить в голосовой чат, у них будет какая-то гадза там. А-а-а-а-а, вот это вот, блять, я не знаю. То есть, ну, я прям, ну, я не понимаю. То есть, вот если вы играете в МТА, то хоркните себе в лицо. Вот так вот посмотрите на потолок и плюньте. То есть, хороча прилетит прямо на вас, и вы поймёте, насколько выничтожество, когда играете в этот самый МТА. Потому что, ну, МТА, это в самом деле, это позор, мне кажется. Ну, не такой позор, как РМП, однако, всё равно это позор, который лучше бы, наверное, не существовал вовсе, чем существовал вот в таком вот виде, в виде БПАН и прочих серверов. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не заходите на МТА сервера. Всем пока.